остатки первой банки и вот открыл новую написано все красиво где тут здесь русский был вот написано то все красиво для легкого съема стопроцентный первосортный корнаубский воск так ну ладно в общем остался у меня белый гилькут и чтобы он не пропадал решил выклеить еще одни новые лопасти то есть как видим это новая матрица с этой матрицы еще лопасти не выклеивались это совершенно новые лопасти то есть подобные лопасти я делал но с более узкой хордой в комельной части здесь более расширенная комельная часть для легкого старта этих лопастей ну в общем решил выклеить и возможно на каком-то ветряке протестировать эти лопасти но это конечно будет позже поэтому кому интересно оставайтесь на канале и вы все увидите полностью нарезал весь стекломатериал на 3 лопасти и на данном этапе пытаюсь натереть лопасти то есть течение дня я и буду натирать полировать и если ничего не помешает завтра попробую собрать первую лопасть натираю натираю такой же пастой как и предыдущая одну только открыл новую банку друзья сегодня 1 мая и несмотря на то что это видео на экранах своих мониторов вы увидите явно не 1 мая но тем не менее сути это не меняет в данный момент вы видите одну из новых матриц и в этой матрице заложена новая лопасть в общем данный момент я ее откручиваю все болты вскрываю и смотрим что получилось в общем кому интересно смотрим поехали на данном этапе матрицу полностью раскрутил но не все болты так просто дались под некоторые болты попал клей и вот в этом месте болт оборвал но в итоге пришлось его выбивать в общем что там внутри будем смотреть ну что вскрывай так пошло так 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 вот клей поископ и наверное она легко это держит опа есть класс в общем в итоге будут у меня еще и вот такие лопасти с увеличенной хордой возле маха чтобы был большой хороший стартовый момент то есть сами лопасти зарекомендовали себя неплохо до этого я их изготавливал но здесь на три сантиметра расширил хорду в комильной части смотря на все первоначальные трудности 1 мая удалось но вот друзья есть и вторая лопасть но не все так классно как может показаться на первый взгляд на первый взгляд ситуация в следующем в общем это первая лопасть все отлично все классно без изъянов все в идеале в идеале это вот вторая лопасть вот вот как видим здесь типа типа караед поработал ну а ситуация в следующем это тот случай когда я стараюсь телефон в мастерскую не брать ну именно когда занимаюсь выкликаю лопастей телефон я либо совсем не беру либо есть жилье беру то ну отдельно его ложу на столику но отвечать не отвечаю это именно тот случай что я отвлекся получилось что при отбортовке в полиэфирную смолу я не добавил отвердителя ну и имеем то что имеем в общем вот это полиэфирная смола она совсем не застыла я ее отсюда это уже выковырял соответственно здесь нанесу нужный мне слой затем зачищу в общем на работоспособность это не повлияет но будет отличаться немного по цвету только и всего так что не все так страшно как могло показаться на первый взгляд здесь в общем то стакан будет то есть этого не будет видно а вот эти вот места мы их обработаем зачистим и все будет окей так что вот ребята наглядный пример почему не стоит отвлекаться там на телефонные звонки во время выклики лопастей вытаскиваем третью лопасть все уже раскрутил вот так вот класс все три лопасти выклеил матрицу полностью очистил отполировал и она ждет следующей поклейки лопастей то есть ее соберу пускай стоит и для тех кому интересно чем и как я полировал эту лопасть подозреваю что это особо интересно на данном этапе я хочу он же петр потому что он в данный момент полирует матрицу значит моей моей ситуации все очень просто полировочной машинки у меня нет поэтому еще когда то приобрел вот такую насадку в основном пользуюсь вот такой маленькой есть еще вот такая побольше вот здесь кстати наждачная бумага наклеена то есть насадка с липучкой можно зажать в дрель можно зажать в шуруповерт но здесь еще один такой момент вот к этой насадке продают вот такие полировочные круги ну довольно неплохие вот такие 3м но ежели раньше они стоили вот такой кружок 40 гривен это ну я бы сказал для поролона очень даже не дешево то на сегодня цена вот этой ерундульки 120 гривен поэтому раскошеливаться на вот такие круги честно говоря ну это жестко таких кругов за такую цену особо не накупишь поэтому я использовал обычную кухонную вот такую мочалку обрезал ее вот по кругу этой приклеиваю ее в общем вот так вот то есть она прекрасно здесь держится ничего не слетает ставлю шуруповерт и все это полирует и кстати хочу сказать что полирует вот такой копеечный лайфхак мне кажется даже лучше чем вот такой за 120 и по поводу полировочной пасты значит раньше использовал вот такую форезу G6 но она что-то там быстро кончалась и в общем в интернете случайно нашел что-то ну очень недорого такая доступная цена кстати тоже фореза универсальная вот уже даже я не могу сказать даже точно сколько лет вот я этой пастой пользуюсь здесь ее еще хватит да хватит в общем она меня вполне устраивает вот так вот выглядят все три выклеенных лопасти осталось выточить и вклеить на них стаканы и они будут готовы к работе на ветре перед этими лопастями я показывал я выклеил три вот таких вот лопасти для сравнения так координаты этих двух лопастей до вот этой части они практически одинаковые размер этой лопасти метр сорок размер этой лопасти вместе с махом метр пятнадцать в общем у меня есть мысль собрать этот винт собрать этот винт сделать генератор и протестировать эти новые лопасти ну и вот эти хотя эти уже прошли испытания но эти лопасти имеют еще более плавные очертания я думаю они будут работать еще лучше чем работали такие же лопасти до модернизации вот кстати положил лопасть плоскостью на стол хорошо видно какая здесь крутка и заключение этого видеоролика хочу сказать что сегодня 3 мая а это день солнца поэтому всех альтернативщиков и в первую очередь всех солнцелов с профессиональным праздником друзья всем здоровья всем побольше альтернативной энергии отличных конструкций всем добра и позитива до новых видео друзья пока